ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Город Хеймер. Вот уже 26 лет длятся по-братимские отношения. Не прекращается обмен культурой и традициями. Очередным шагом в этом направлении стал визит в Германию ансамбля казачьего творчества «Кладезь». Поездка называлась и проходила под девизом «Мы строим мосты». Но хочется уточнить, что мост, сам большой мост, мы уже заложили в 1992 году, когда была основана наша дружба и когда был подписан договор о дружбе. С Хеймером, между Хеймер и Щелковским районом. Действительно концерт был очень душесчипательный, потому что, когда видишь слезы в глазах людей, а там были люди присутствовали, и которые жили когда-то в России, приехали по каким-то причинам в Германию, были их дети, которые на сцене выступали, и были их друзья, которые вообще не понимали русского языка, то есть немцы, да, прямо вот. И они все плакали, и вот чувствовалось вот это единение. Ансамбль «Кладезь» создан три года назад на базе Щелковской музыкальной школы. С 1 по 8 мая коллектив дал в Хеймере несколько концертов, представив как традиционные народные песни, так и композиции в современной аранжировке, и даже исполнил одук радости Бетховена. Взять ее за основу, да. Потому что рядом находится город Бонн, совсем рядом с Хеймером, где жил и занимался творчеством, да, Людвиг Ван Бетховен. И поэтому вот пришла такая идея у нас в коллективе, именно взять девятую симфонию и на нее, да, спеть на немецком языке одук радости. Ансамбль пробыл в Хеймере всего неделю, но оставил глубокие впечатления у местных жителей. Среди них, между тем, неожиданно встретили собратьев по духу, также творческий коллектив, участники которого и в другой стороне не стали забывать традиции своей родины. Очень интересно лично для меня было встретить в Германии казачий коллектив. То, что очень отрадно, что там они поддерживают наши традиции. И при совместном выступлении, конечно, тоже вот эта вот радость единого, так сказать, творчества. В Хеймерской газете подчеркнули и профессионализм исполнителей. В составе ансамбля действительно любителей нет, только профессионалы. Есть и композитор Роман Галиев. Он для нашего коллектива сочинил песни, которые очень дороги нам. Это духовные песнопения «Богородица», где слова обиходные, а музыка Романа Галиева. «Я Господа родила, я Господа родила, жизнь есть и душна». Очень хотелось поблагодарить людей, которые нас принимали. И принимали от всей души, со своим радушием, гостеприимством. Это, конечно же, председатель объединения дружбы Щелкова-Хеймер Светлана Щапова. Это второй председатель объединения Щелкова-Хеймер. Это Йохан Эббинг. И предыдущий, который был раньше до этого, причем он был каждую минуту с нашим коллективом и с нашей делегацией. Это Берхард Кнауэль. Коллектив надеется, что в перспективе такой культурный обмен будет продолжен. Одна из дочерей семьи, которая нас принимала, она спросила, мама, ну мы же должны плакать, когда они уезжают. И на что мама ответила, руководитель ансамбля «Раздолье». Она говорит, мы не будем плакать, потому что мы очень надеемся, что они еще приедут. Александра Гранич, Александр Оржевский, телерадиокомпания Щелкова.